Всем привет, ребята! И вы на канале Ирочка.Инфо. У нас самые веселые каникулы. Таких каникул у нас еще не было. 2020 год. Самые веселые каникулы. Да, Ира? Скажи доброе утро. Всем доброе утро. Всем доброе утро, ребята. Дайте я останусь, чтобы все это было видно. Представляете? Я вот сколько мне лет. Я не видела вот такого вот беспорядка. Честно, я не видела никогда такого беспорядка. Это просто ужас. Я тоже. И все это натворил Андрюша. Честно. Вообще, не только Андрюша. У нас были гости на день рождения мамы. И все, что было в холле, потому что это просто невыносимо, когда там кто-то играется. И там все вот так вот... Ну, это еще я Андрюша после этого пришел. Ну-ка, давайте еще. И ты сейчас пытаешься что-то складывать. Документы, пожалуйста, какие найдешь, сложи отдельно. Это коробка с старыми вещами мамы. Мы это выкидывать не будем, потому что мне кажется, что тут есть хорошие вещи. Надо перебрать и отдать людям. А кто виноват? Вот он, виновник всего. Там такие вещи прям с 90-х, я не знаю. Совчук Андрюша, посмотрите на меня. Вы признаете себя виновными? Вы признаете? Смотрите, пожалуйста, на меня, когда с вами разговаривает. Ну, Андрюш, признайся хотя бы, что это ты натворил. У нас очень много ребят и игр, и самое главное, чтобы их сейчас не потерять. Много всего вот такого вот старого. Это очень-очень сложно, чтобы их сейчас не растерять. Их надо обязательно сложить по коробкам. У нас хорошие есть книги, которые достались в словари. Они еще были... Дисков. Эти книги, это были еще... Это от родителей нашего папы. Ира, многие дети спрашивают, ты перекрасила, что ты сделала своими волосами? Ну-ка, давай распусти волосы и покажи. На самом деле мы, как покрасила Ира челку, больше она ничего не делала. Просто протонировала. И этот цвет уже смылся. Ну, распусти волосы хотя бы, подожди. Сейчас я распущу. Они у меня сейчас вроде расчесанные, но их нужно еще расчесать. Вот, наверное, самая частая у меня прическа, это две. Вот такая с распущенными волосами, как я прячу. И одна... Просто чересчур, мне кажется, мы... Ну, повернись, пожалуйста. Вначале повернись. Вот такая длина. Чуть-чуть в сторону отойди, а то солнце бьет, да. Просто мне, знаешь, какую мы ошибку совершили? Мы тебе постригли челку слишком коротко. Вот я так считаю. И поэтому ты не можешь собирать. Мне нравится. Я собираю вот так. Это красиво, это удобно и не жарко. Это что, мам? Вот так, ребята, сейчас у нас утро. Итак, ребята, Ира проводит свое утро. Сколько вопросов? Мне кажется, сейчас она проведет 2-3 часа в этой комнате. Мне кажется, результат будет только завтра. Да, и мы хоть попозже вам покажем результат. И самое-самое главное, что она захотела это сама. Молодец! Я хочу, короче, устроить тут уголок для Андрюши. Эта комната будет просто тут. Да, самое главное, чтобы здесь нужно найти место, чтобы мы смогли сделать какую-то мебель на заказ. Полочки, нам нужны полочки. Нам нужно как-то, вот видите, все эти коробки. Их как-то вот так сложить, чтобы они не были видны. Эти тут не будут, тут, короче, будет перестановка. Эти не будут тут. Они будут освобождены туда. Боже, как я объясняю? Короче, я не знаю, как ты объясняешь, но то, что здесь такой ужасный борделей. У меня есть очень много мелких игрушек, и это очень небезопасно. Потому что, если на них наступить, они первое сломаются, а второе будет больно. Поэтому их нужно спрятать в этих комод. У нас их два. И нам это повезло, хотя бы что-то. Я даю 100%, чтобы не все дети смогли бы здесь убраться. Ира, ты одна из немногих. Давайте поставим лайки под этим видео. Кто смог бы убрать эту комнату. Я еще раз. Посмотрите, что я нашла. Мам. Так, ставим лайки, кто смог бы убрать эту комнату. Я хочу посмотреть, сколько у вас таких смельчаков. А сейчас давайте пойдем посмотрим, чем же Андрюша завтракает, и почему Андрюш не хочет есть и отказывается от еды. Пока-пока. Давай, Ирочка, пока-пока. Придем, когда будет результат. Так, ребят, мы зашли на кухню. Я уже не знаю, как бороться с нашим Андрюшей. Он полностью отказывается от еды. Я не знаю, почему это и что это означает, и от чего это зависит. Но, скорее всего, доставай, скорее всего, из-за того, что очень жарко на улице. На улице у нас неимоверная жара. У нас выше 30 градусов, я так думаю. Я уже не заставляю его есть там какое-то мясо, там творог. Уже просто покупаю там фрукты, различные ягоды. Андрюш, вылазь. Вот я купила ему вот такие ягоды. Они очень-очень вкусные и очень полезные. Я пробу не кушу. Ну давай, вкусно. Ты знаешь, когда ты был маленький? Давай покажи деткам. Вот смотри, много маленьких деток, Андрюш, сейчас на тебя смотрят и тоже едят. Давай покажи, как ты ешь с машинками. Ты должен показать пример. Тем более, у тебя через неделю сколько уже будет лет? Четыре, скажи. Четыре года. Четыре года. Ты что кормишь? Сейчас три. Андрюша у нас заговорил по-русски. Сейчас тебе три. Ты кормишь своих машин? А сам? Тебе что, слабо самому поесть? Покажи, сильный ты либо слабый. Все, ты слабак. Если ты сейчас не съешь, ты настоящий слабак. Все мальчики, Даня и Сашка, они сильнее тебя. Ты ешь? Вот все детки на тебя смотрят. Я сильнее, мам. Фасю еще. Фасю. Ты сильнее? Ну давай покажи, хоть съешь один. Если ты не ешь, ты значит слабак. Так, давай покажи. Ура, ешь. Хочешь с сахаром? А с сахаром будешь есть? Давайте сделаем эксперимент. Посмотрим, с сахаром Андрюша поест или нет. Ребят, вот так видно. Здесь появилась ложечка сахара. Давайте сделаем эксперимент. Посмотрим, Андрюша сможет съесть ягоды с сахаром. Вот, Андрюша, сахар. Давай. Так мало. Ну давай одну ложечку посмотрим. Потом добавлю. Давай. Покажи, как ты макаешь. А, не это. Давай, выбирай, какой ты хочешь. Это я кусаю. Давай, покажи. Вот так, немного. И что? Так нормальней? Пойдет? Давай. Это ты уже какую съел? Один. А, только одну штучку. Давай. Так сможешь есть, да? И покажешь потом, как ты вырос. Хорошо? Ну все, давай, приятного аппетита. Ешь. Итак, вот это все Ира уже приготовила, чтобы выбросить. Различные коробочки от Лего. Ненужная сумка Андрюшины, разорванная. Эти коробочки. Еще кое-что осталось и там, смотрю, есть одна коробка. Давайте же посмотрим, что на самом деле происходит в этой комнате. Ира уже не выходит оттуда. Ира, часа три она уже не вылазит. Давайте сначала подведем итоги, сколько все-таки часов. Сейчас у нас два часа и три минуты. Ты четыре часа где-то, не больше. Где-то в десять я начала. Получается. Но ты не то, что бесперерывно. Четыре часа. Андрюша, тебе мешал, да. Там, дарадам. Так, давайте покажу здесь, как она все сложила. Это уголок прям реально вон тут будет играються. Все, вот смотрите, тут все. Но здесь... Я даже знаю, тут Лего и маленькие игрушки. Тут у нас... Пока мы все здесь так сложили, но нам нужно здесь... Это ки-шкафы квадратные, да? Я думаю, повыше. выше просто стеллаж с выдвижными прозрачными на колесиках такие шкафчики пока что это так но очень много и мягких игрушек надо подумать что с ними делать потому что мне нравится когда более это спальня так свободно детская да но нужно что-то придумать кровать вместо этой кровати было прикольно ну какую-то такую машинку кровать до переклеить обои более веселые потому что это просто комната но не то что детская она была такая вот гостевая как бы здесь никто не жил но она очень красивая мне очень нравится этот дизайн но андрюша на он не смотрит на обои мне кажется ему главное что были но самое главное что ты перебрала эти игрушки наконец-то ты перебрала честно особенно перебирать эти маленькие лего которые он играется и солдатики это все и всякие машинки у него есть маленькие мелкие такие вот такие вот патруль его супергерои и да очень много тут всякого поэтому очень сложно вот такие вот веселые ребята у иры каникулы у меня были совершенно другие игрушки и было бы легче в них выбирать сложила все в одну я просто у меня была одна сетка большая я ее периодически собирала и но еще на этом мира не закончила надо будет пропылесосить вытереть пол и самое главное вынести все на мусор о боже как я это буду делать по моему за один заход ты не сможешь все это нести три раза наверное это что я вам показал это еще не все ребята сейчас еще коробочки там соберутся я не знаю давай все таки выйдем вместе я вынесем это все на мусор за не представляю сейчас я думаю я не представляю как это будет выглядеть со стороны нас коробки а ну давай переклею еще до снимаем хорошо давай вот последние штрихи ребята и наша комната готова сюда и ручка наклеила солнышко которое она сделала сама своими руками тучку такую да и здесь ирана ой андрюшин измеритель роста да это мы еще покупали когда мы завали канцелярию да помнишь на выпуску тогда мы нашли вот эту вот штучку и купили она очень красиво тут смотрится как в детской комнате солнышко было легко делать а вот . мы делали вместе с андрюшей поэтому тут есть некие искривления но зато ему понравилось это делать и он делает вместе со мной теперь вы увидели его реалцию жалко что мы не засняли аж эхо слышно аж эхо короче практически полдня прошло пока и ручка убралась это только начало веселых каникул что же ее ожидает еще два месяца впереди оставайтесь ребята с нами с нашей семьей подписывайтесь на наши каналы и речка инфу андрей доречка инфу и на тимой потому что туда мы тоже наверное будем что-то снимать всем пока пока ребята до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok